МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева-Черкесия. Накануне в Нальчике глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов посетил Международный туристко-патриотический молодежный форум «Единый Кавказ». Полномочный представитель президента России ВСКФО Юрий Чайков. В приветственном обращении к участникам церемонии закрытия форума «Единый Кавказ» отметил, что Россия находится под беспрецедентным давлением санкций со стороны недружественных западных стран. Поэтому отечественная индустрия гостеприимства активно переориентируется на внутренний рынок. Рашид Семрезов также отметил отратно видеть, как молодежь искренне гордится своей родиной, национальной культурой и богатой историей, бережно хранит память о своих героях и вносит огромный вклад в развитие своего государства. Глава Карачева Черкесии пожелал успехов и новых открытий каждому из участников, в том числе и ребятам из Карачева Черкесии, и выразил уверенность в том, что разрабатываемые на форуме проектные инициативы в сфере молодежной политики будут успешно реализованы. В течение нынешнего года в региональной столице должны уложить около 27 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Большой объем работ запланирован по улице Парковой на проспекте Ленина и примыкающих к нему улицах. О том, что уже сделано в Черкесске и какие территории преобразят в скором времени, выяснял корреспондент Артур МХЦ. Жители и гости Черкеска уже привыкли к тому, что в городе постепенно преображаются территории, ранее представлявшие собой удручающее зрелище. К хорошему привыкаешь быстро, и сейчас люди с нетерпением ждут, когда ремонтные бригады придут на их улицы и создадут радующую глаз картину. В текущем году при поддержке главы Карачао-Черкесской республики за счет средств дорожного фонда Карачао-Черкесской республики запланированы работу по ремонту тротуара с плиточным покрытием на двух улицах. Это проспект Ленина и улица Парковая. Мы постараемся уложить до конца года около 27 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Также при работах учитываются пожелания жителей по расширению тротуаров. В данный момент работы продолжаются по проспекту Ленина. Тротуарной плиткой уложена большая часть пешеходной территории между улицами Кавказской и Комсомольской. Когда рабочие завершат благоустройство участка по одной из главных улиц Черкеска, они займутся обустройством тротуаров по Кавказской, Дагагариной и Красноармейской. По словам представителя мэрии, особое внимание уделяется удобствам для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. На всех перекрестках, а также в местах посадки и высадки пассажиров устанавливается тактильная плитка желтого цвета. Кроме того, на некоторых участках, например, около колледжа культуры и искусств, предполагается обустройство зоны отдыха с красивыми лавочками. При этом пешеходная территория будет полностью недоступна для любителей оставлять свой транспорт на тротуарах. Работы по проспекту Ленина планируется завершить к середине августа, после чего подрядные службы переедут на Парковую. По улице Парковой у нас запланирован ремонт именно широкого тротуара. Это от Круга Петрусевича до улицы Даватора. Там мы также предусмотрели дополнительные парковочные места. Установим ограничители для автомобилей, чтобы они не мешали передвижению пешеходов. В частном секторе в прошлом году было уложено асфальтовое покрытие. В этом году мы на противоположной стороне планируем провести работы. В планах на следующий год покрыт тротуарной плиткой около 25 тысяч квадратных метров. Это в первую очередь участок по проспекту Ленина до улицы Ставропольской. Большое внимание специалисты управления ЖКХ уделяют взаимодействию с населением, в том числе с предпринимателями. Так, на некоторых улицах красота была создана при непосредственном участии людей, которые обустраивали прилегающую территорию, как, например, собственники помещений в этом доме. В целом же население положительно отзывается об изменениях и надеется, что преображение региональной столицы будет продолжено. Артур Махц, Анастасия Лой, Вести, Карачао, Черкесия. Показатель раскрываемости убийства и покушения на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума. Об этом заявили в МВД России. Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения Министерства внутренних дел России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений. В январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство на 2,1%. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 5,2%. Изнасилование и покушения на изнасилование на 9,6%. Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев на 11,7%. Грабежей на 25%, краж на 17,6%, в том числе автомобилей на 25,2%. Квартирных краж на 28,5%. Угонов транспортных средств на 8,8%. Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств снизилось на 4,3%. Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийства и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов. На учебно-лабораторной базе КЧГУ имени Умара Алиева-Тиберда проходит профильная интенсивная смена «Лето в красках», организованная университетом совместно с Центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Крачева-Черкесии «Спутник». Учащиеся школу, регионы, студенты 2-го курса Института культуры и искусств развивали свои художественно-творческие способности на лоне природы. Подробнее Альхан Лепшоков. 24 школьника Крачева-Черкесии студенты 2-го курса Института культуры и искусств КЧГУ провели две недели в живописнейшем уголке республики Тиберде. Профильная интенсивная смена «Лето в красках» – это возможность развить художественно-творческие способности учащихся. Организаторы отмечают, что это первый такой опыт, который позволит тесно сотрудничать между вузом и школами региона. Надеюсь, что учащиеся, которые прибыли на нашу базу, проходили практику, они придут с хорошими результатами и в конце у них будет хорошая выставка. Надеемся на сотрудничество нашего университета с детьми, учащиеся со всей республики, талантливые дети, с ними и проводят занятия наши студенты. Студенты и сотрудники Института культуры и искусств КЧГУ подготовили насыщенную программу, которая включает развивающий досуг, различные мастер-классы, экскурсии, творческие встречи. Для нас это прекрасная возможность развить свои навыки преподавания и отменяться опытом с работниками художественных школ, отмечают студенты. Для нас это очень интересный опыт. Поначалу мы беспокоились, немного даже боялись, но как только мы начали общаться с детьми, мы нашли, очень быстро нашли общий язык с ними. Дети очень трудолюбивые и ответственные, их работы восхищают. Школьники с особым энтузиазмом принимали участие в образовательной программе профильной интенсивной смены «Лето в красках». Это мероприятие позволит нам повысить социальные и коммуникативные способности, уверяют дети. Очень интересно, классные вожатые. Мы каждый день куда-то ходим. Если не ходим, то по этой территории очень большой. Садимся и начинаем рисовать либо Кавказский горный хребет, либо обычные горы. Эти горы и в основном местность в Тиберде очень живописная. Как сказала наша преподательница, в городах нам не хватает природы. И вот здесь мы можем через пленэр ею насладиться. Здесь школьники смогут повысить свои знания в изобразительном искусстве и приятно провести время на лоне живописнейшей природы. Али Халипшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Скраб-букинг, шитье и другие виды декоративно-прикладного искусства в самобытном исполнении Анастасии Богдановой. Жительница станицы Зеленчукской убеждена, что творчество украшает жизнь и делает ее прекрасной. Али Баташев подробнее. Это будет открытка. Я ее еще немного доработаю. Хотела передать атмосферу Нового года, приближающегося праздника, тепла, уюта. Множество красиво расположенных деталей великолепно дополняют друг друга и образуют будущий шедевр скраб-букинга. Любимые техники Анастасии Богдановой из станицы Зеленчукской. Здесь и вязание, и макраме, и вышивание, и шитье обязательно. То есть включает очень много других видов творчества. Здесь невозможно заскучать или как-то... он не надоедает. Каждый день можно искать новое направление и находить все более интересные грани этого творчества. Аккуратно вырезать из бумаги детали для будущего шедевра, а затем постепенно создавать его и доводить до совершенства. На первый взгляд все очень просто, но на изготовление одной открытки может уйти несколько дней. А чтобы достойно украсить альбом, требуются недели и месяцы, считает Анастасия Богданова. Перед началом любой работы составляется, скажем так, план, смета. То, что будем делать, и называется это скетчи. То есть зарисовывается приблизительно, что где будет расположено, где будет находиться, пусть это будет альбом. И потом уже, потому что это творчество, это вдохновение, сегодня я решила одно, завтра может что-то поменяться. И уже согласно этих скетчей продолжается работа тогда. Ну где-то что-то может впоследствии можно изменить. Техника скраббукинга широко применяется в свадебных альбомах, фотоальбомах новорожденных, а также при оформлении личных дневников и ежедневников. Наиболее распространенные стили это шебешик, потертый шик, когда элементы декора искусственно состаривают. Винтаж, где используют фотографии и картинки, и микс-медиа, смешение стилей. Когда я только начинала, больше всего меня привлекали работы в стиле шебешик. Но как бы парадоксально это ни было, у меня пока на данный момент еще нет ни одной работы в этом стиле. Это очень такой нежный, винтажный, в постельных тонах, обязательно с кружевом. Но вот почему-то я еще пока не сделала. Один у меня альбом в процессе, пока в этом стиле, но еще пока его не закончила. Очень много разных направлений, нужно именно пробовать все, чтобы понять, что больше подходит. Чтобы творить в технике скраббукинга, требуется дизайнерский картон, специальная скраббумага для комбинирования различных цветов и элементов. А вот декор, то есть материалы и детали, из которых будет создаваться сама открытка, Анастасия предпочитает изготавливать сама. На самом деле здесь тоже очень много нюансов. Подбор тканей, обработка ткани. Все это очень интересно на самом деле. И в то же время это дает возможность сделать цветы конкретно под какую-то коллекцию. То есть не покупать их у другого мастера, который занимается цветами, а именно сделать в твой цветовой гамме, палитре, которая мне нужна. Цветы я делаю сама, потому что именно таких больше не будет ни у кого. Это абсолютно индивидуальность. Главный секрет мастерства очень прост, считает Анастасия Богданова. Самое главное должно быть вдохновение и желание творить красоту. Приносить в этот мир что-то прекрасное. Анастасия Богданова занимается скраббукингом в течение двух лет. Дочка Диана первой видит мамины работы и часто восхищается ими. Научить ребенка радоваться тому, что сделано с любовью, передать ему свои знания и умения. Это счастье, признается мама. Лишний повод собраться и творить вместе, чтобы в мире стало больше красоты и хорошего настроения. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев. Вести Крачево-Черкесия. Зеленчукский район. Далее смотрите интервью с представителями проекта «Билеты в будущее». Слово Белли Джезаевой, а наш выпуск завершен. Слово Белли Джезаевой, а наш выпуск завершен.